Всем привет! Меня зовут Дина. В этом видео я хотела бы обсудить с вами тему хейтерства. Я знаю, что мои видео смотрят как действующие авторы каналов, так и те, кто только собирается заводить канал. Поэтому, думаю, вам будет интересно узнать мое мнение насчет этой наболевшей темы. Это видео будет в формате аудиоподкаста, поэтому смотреть не обязательно. Так что вы можете заниматься своими делами, уборкой, вязанием или шитьем. А чтобы картинка на экране не была статичной, я буду реализовывать свою задумку. Игрушку, которую очень давно хотела связать. Это плюшевый замок принцессы. Все сказанное в этом видео лично мое мнение. Это свободная страна. Что хочу, то и говорю. В рамках закона, конечно. Итак, начнем. Рукодельные хейтеры. Кто они? Как с ними бороться? И надо ли вообще с ними бороться? Вы знаете, на ютубе много видео авторов, которые рассказывают о своих хейтерах, как они борются. И очень мало видео по поводу рукодельных хейтеров. Как правило, авторы немного освещают эту тему в своих влогах. Но это и понятно, потому что творческим людям всегда тяжело говорить на эту тему. Но давайте посмотрим на хейтерство с разных точек зрения. Наверное, уже все знают, что хейтеры это люди, которые пишут оскорбительные или агрессивные комментарии, сообщения, посты и так далее. Как-то на просторах интернета я наткнулась на такое замечательное высказывание, которое объединило все мысли в одно предложение. Конечно, подсознательно это и так было понятно. Но когда это говорит другой человек, невольно начинаешь задумываться. И когда в реальной жизни или виртуальной вы сталкиваетесь с хейтерами, хорошо бы в голове иметь такое короткое, но емкое утверждение. Я его сейчас озвучу. Вы поставьте видео на паузу и обдумайте сказанное. Это очень важно. Звучит это высказывание так. Если кинуть палку у собаки, она будет смотреть на палку, а если льву, то лев будет смотреть на того, кто кинул. Вдумайтесь, какой простой смысл в этих словах. Не стоит понимать буквально это высказывание и не нужно выяснять, так ли это на самом деле. О чем здесь говорится и как это применимо к хейтерам? Когда человеку пишут негативный отзыв, он не думает, кто написал. Реакция идет на то, что написали. Ну, а может и лично сказали. Но, как правило, виртуальные критики, назовем их так, вряд ли наберутся сказать человеку какие-то гадости в лицо. Вы знаете, в мире так много психически больных людей с реальным диагнозом. А психически травмированных в детстве еще больше. И часть этих людей даже не осознает, что они чем-то больны, чем-то травмированы. Только когда начинаешь работать, понимаешь, как все печально. Плюс к этому списку нужно добавить людей с гормональной перестройкой. Когда людьми начинают управлять гормоны, они становятся вообще неадекватными. Не все, но часть из них точно совершает неадекватные поступки. К этой категории относятся подростки, беременные, женщины в климактерическом периоде. И даже сопутствующие заболевания сказываются на психике человека. Однажды в институте преподаватель сказал нам такую фразу. Самые озлобленные люди – это пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кушать хочется всегда, а когда человек испытывает боль, дискомфорт, когда ему приходится сидеть на диете, лишать себя чего-то, то все это отражается на его психике. А так как гастритом болеет чуть ли не каждый второй, то неудивительно, откуда столько ненависти у людей. Не у всех, повторюсь. Как реагировать? Если вы по натуре человек не агрессивный, просто блокируйте хейтера и все. Так вы убережете свои нервы, настроение будет в порядке и окружающие вас люди не будут лишний раз за вас переживать. Если вы импульсивный и эмоциональный человек, не стоит сразу отвечать на негатив. Есть, конечно, авторы, которые откровенно издеваются над хейтерами в комментариях, но это не самый лучший способ. Понятно, что комментарии способствуют продвижению канала, но и отписки, лояльная аудитория, они тоже способствуют. Вот как пример из жизни. Я была подписана на, как мне казалось, хорошего, доброго автора. И когда я зашла в комментарии написать положительный отзыв, я увидела там столько грязи, столько негатива от автора, ну, в плане ответов хейтерам. Я, конечно, все понимаю. Возможно, у автора уже накипело, но писать такие ответные комментарии типа «Сдохни, тварь!» это уже совсем чересчур. Понимаете, хейтерство – это энергетический вампиризм. Вот они только и ждут ваших негативных ответов. В итоге, начитавшись комментариев от автора, я просто отписалась. И комментарии не стала писать. Я просто была в шоке от автора. Поэтому, дорогие авторы, прежде чем ответить, сто раз подумайте, что ответить и как не опуститься ниже человека, который нанегативил вам в комментариях. Но это в случае, если вдруг вы все же решите ему ответить. Вы знаете, я подписана на много полезных каналов. И у меня есть знакомый автор, который занимается настройками компьютеров, ноутбуков. Очень известный блогер, почти миллионник. У него качественный контент. Он помогает инвалидам, детям-сиротам, дарит ноутбуки, телефоны. Он помимо основной работы, еще и приносит пользу своим зрителям. И даже у него есть хейтеры. Есть автор, который помогает людям разбираться в ютубе. Человек просто полностью отдает себя ютубу. Вот кровь из носа, что бы ни случилось, грипп, мигрень, выходит в прямые эфиры и три часа консультирует начинающих авторов, дает им моральную поддержку. И даже у нее есть хейтеры. Какой вывод из этого следует? Хейтеры будут, даже если вы будете заниматься благотворительностью. Если вы не готовы к ним, то лучше не заводить канал. Потому что хейтеры были, есть и будут. Если у вас нет хейтеров, то либо вы не ведете канал, либо у вас мало подписчиков, либо вы просто неинтересный автор. Всем давно известно, что любая реакция способствует продвижению канала. И лайки, и дизлайки, и комментарии. А вот если реакции вообще нет никакой, то это плохо для автора канала. Поэтому, пользуясь случаем, осмелюсь немножко поклянчить вас в комментариях. Не обязательно использовать 5000 символов. Достаточно хотя бы смайлика. Итак, продолжим. Вы знаете, меня порой удивляют люди, которые пишут такие комментарии. «Работы некрасивые» или «Объясняете непонятно». Ну так, если некрасивые, и если вы не понимаете, ну тогда не смотрите. Ищите авторов, которые удовлетворяют вас по всем пунктам. Я же вас не заставляю смотреть. Это ваш личный выбор. Да, вспомнила еще одну мысль. Думаю, она тоже вам будет полезна. Снижайте свои завышенные ожидания насчет окружающих. Это касается вообще всей области жизни и блогерства в том числе. У многих людей есть склонность судить других по себе. Что я имею в виду? Если вы добрый, отзывчивый, не пишущий негативных комментариев, альтруист, это не значит, что все должны быть такими же, ну или такими являются. Если вы человек слова, если вы пунктуальный, трудолюбивый, усидчивый и ждете от других того же, то вам по жизни будет очень тяжело. Потому что в современных реалиях сложно окружить себя такими людьми. Можно постараться минимализировать общение, но полностью избавиться вряд ли. Вы будете часто обижаться на людей, а обиды ни к чему хорошему не приводят. Вы, наверное, слышали такое выражение, как рак, болезнь обиженных. Старайтесь как можно меньше обижаться, а для этого нужно снижать завышенные ожидания. Итак, что делать? И что делаю лично я? Да, у меня тоже периодически выскакивают как прыщи на попе хейтеры. Во-первых, быть морально готовым к хейтерам, осознать, что, как говорится, в семье не без уродов. Это, знаете, как замуж выходить. Или вы смиряетесь с какими-то особенностями второй половинки, или просто не выходите замуж. Исправить человека невозможно, если он сам, конечно, не хочет меняться. С ютубом такая же история. Если вы хотите делиться с людьми своим творчеством, то будьте готовы к хейтерам. А если сомневаетесь, подумайте, надо ли это вам вообще. Очень многих классных блогеров захейтили. Они либо перестали вести каналы, либо ведут, но уже не с таким энтузиазмом, как раньше. И это очень хорошо просматривается в видео. Да, даже многие авторы об этом говорят в своих влогах. Ютуб, по большому счету, это естественный отбор авторов. Вот сильные духом, наполненные, счастливые, кайфующие от своего дела, уверенные в себе люди, никогда не будут обращать внимание на хейт и сами не будут хейтить. У них просто банально нет времени. Они поглощены своими целями и идеями. Главное не бросать. Идти дальше и верить в себя. Хейтеры, как правило, задевают нас за живое. И этих мест, таких не должно быть. Во-вторых, если вы все же приняли на себя негатив, научитесь переключаться. Это необходимо для вашей психологической защиты. Вот если вам написали негативный комментарий, включите какую-то песню. Если любите петь, пойте. Любите читать, читайте. Рисовать, рисуйте. Любите горячую ванну, примите. А еще лучше все вышеперечисленное сразу же. Главное, не зацикливайтесь. Не крутите одну и ту же негативную мысль каждую минуту и каждый час. Почему так происходит? Мое любимое выражение это все подкорка. Так исторически сложилось со времен пещерных людей, чтобы выжить, человек должен был помнить негативный опыт. Наверное, вы часто слышали такую фразу «Вот сколько добра я ему сделала, а один раз накосячила, он мне всю жизнь теперь припоминает». Это особенности нашей психики. Помнить негатив – это нормально. Главное – сделать выводы, переключиться и идти дальше, не зацикливаясь, не тратить на это самое дорогое, что есть в этой жизни. Время. В-третьих, развиваться. Повышать самооценку. Фокус внимания перевести на себя. Вспомнить свои личные успехи, достижения, почитать положительные комментарии, если вы уже ведете канал. Вспомнить, сколько бабушек вы перевели через дорогу. Ну, то есть, что-то в этом духе. Следующее. Четвертое. Благодарить людей. Сейчас объясню, как это связано с хейтерами. Чем больше вы произносите или пишете слова благодарности, тем больше благодарности к вам возвращается. Сейчас вспомнила момент из жизни. Меня всегда забавляла одна фраза. Я ее в жизни не использовала, но потом поняла всю силу этой фразы и периодически теперь ее употребляю. Значит, моя коллега по работе заканчивала разговор с негативными людьми такой банальной фразой. она звучала так всего вам доброго. Пожелание добра вам потом же и возвращается. Не важно с какой интонацией вы это сказали. Главное произнесенные слова. И, кстати, такая интонация ставит человека на место и говорит о том, что спускаться на его уровень вы ненамеренны. Если уж на то пошло, то я вообще за полезный хейт. Если мне написали плохой звук, в кавычках, то посоветуйте мне хорошую петличку. Если монтаж не нравится, подскажите хорошую программу, возможно, вы сами пользуетесь. Должна быть польза от того, что вы пишете. Бесполезные хейт-комментарии утилизируются. В-пятых, включайте воображение. Это мое любимое. Я, когда слышу слово хейтер, в голове всплывает такой образ, знаете, образ из детства. Образ бабки такой горбатой, которая ходит по рынку и обливает негативом всех продавцов. У нее все виноваты, все не то, товар дребедень и не дай бог попасться под ее горячую руку, так скажем, каком-то проходящему покупателю. Или вот, например, чувствую себя в качестве врача, который идет по кабинету псих, по коридору психбольницы, а кругом больные то выкрикивают что-то нехорошее, то плюются, то пытаются напасть. врач не отвечает на такие телодвижения. Так что, если у вас все хорошо с воображением, попробуйте этот метод, он заставит вас улыбнуться и переключиться. Еще такую хотела мысль осветить, не в защиту хейтеров это будет сказано, но эффект бумеранга он работает, даже если вы в него не верите. Ну и как и не поверить, если слушаешь истории знакомых, друзей, родственников, и все они говорят об одном и том же, о так называемой в кавычках ответочке судьбы, можно по-разному назвать, все получают по заслугам рано или поздно. То есть бумеранг к нам возвращается. И давайте будем честны сами собой, а не сделали ли вы кому-то что-то плохое, не обидели ли вы возможно случайно человека и к вам вернулась вот такая ответочка в виде хейта. Поэтому будьте терпимы. в первую очередь следите за своими поступками. И если вы только начинаете вести канал, сразу могу вас предупредить, если вы нацелены на определенный результат, будьте готовы к тому, что не все будет так просто, как вам кажется. продумывать, снимать, оформлять. Реально стоящий контент не так-то просто, как кажется. А когда еще к этому добавляются хейтеры, становится еще тяжелее. Но тяжело будет только в самом начале. потом вы нарастите такую броню, вас уже будет сложно психологически сломать. Вы сами почувствуете тот момент, когда окрепнете, когда вы будете просто громко смеяться над хейтерами и возможно будете рассказывать о своих лайфхаках на эту тему. Самое важное дойти до этого момента, не опустить руки, не сдаваться, никого не слушать, точнее слушать самого себя, потому что только вы знаете, что для вас будет лучше, что вас зажигает, от чего вы кайфуете и чем вы можете поделиться с другими. И последняя мысль, которую я хотела сказать, это невозможно нравиться всем. Вообще хейтеры это неотъемлемый признак популярности. поэтому если они у вас есть, могу вас только поздравить. Тема эта очень большая, рассуждать можно несколько часов, а у меня время подошло к концу. Надеюсь, видео было полезно и интересно. И если я помогла хоть одному человеку, то это видео было выложено не напрасно. вот и готов мой плюшевый замок принцессы. Благодарю за внимание. Ну а хейтерам всего доброго! хейтерам хейтерам